Всем привет! До GMAT у вас осталась неделя. Что же делать? К сожалению, не очень много всего, потому что за неделю вряд ли вы успеете заботать с нуля математику или английский язык, конечно. Тем не менее, есть вещи, которые помогут вам повлиять на результат и которые сделать важно в последней неделе подготовки. Посмотрим два варианта. Первый вариант это если вы до этого к GMAT не готовились. Вот вы записались на экзамен и у вас он через неделю. Это плохой вариант, поскольку обычно подготовка требуется больше времени. И все, что вы успеете сделать за неделю, это по сути познакомиться с форматом экзаменов. Что конкретно нужно сделать? Нужно сделать три шага. Первый шаг. Нужно прорешать бесплатный пробный тест GMAT онлайн. Второй шаг. Нужно посмотреть типы вопросов. У нас они есть на сайте, кстати, с подробными примерами. Либо в книжке официальной GMAT посмотреть, какие они бывают, посмотреть свои ошибки из первого теста, что у вас не получалось. Второй шаг. И третий шаг. На основе вот этих новых знаний решить еще один бесплатный пробный тест GMAT и посмотреть, какой будет результат. К сожалению, больше вы ничего сделать не успеете. Вы успеете познакомиться с форматом, но не подготовить знания по отдельным темам. Ну, неделю слишком мало. Но, по крайней мере, вы будете знать, что ожидать на реальном экзамене. И это уже большой плюс по сравнению с тем, как если вы вообще ничего не делали. Вторая ситуация. Это если у вас была возможность подготовиться к экзамену, и теперь вы лишь заканчиваете свою подготовку, у вас осталась неделя до экзамена. Это хороший вариант, поскольку вы проделали уже огромную работу, теперь важно лишь ее правильно завершить. Здесь есть две ключевых вещи, на которые я хочу обратить внимание. Первое – это нужно синтезировать все знания, которые вы и так получили в ходе подготовки, а именно открыть все свои записи, посмотреть задачи, которые решали, особенно те, где вы ошиблись, посмотреть, что за ошибки у вас были, попытаться понять, почему. И еще раз посмотреть разделы теории по конкретным видам вопросов, с которыми у вас были наибольшие трудности. Так вы вспомните свои косяки и убедитесь, что на реальном экзамене вы их не допустите. И второй шаг очень важный, хотя звучит, конечно, странно – это просто выспаться. Вам нужно вот эту всю информацию, которую вы на протяжении предыдущих недель и месяцев вкладывали себе в голову, нужно ее переварить. Для того, чтобы переварить, в мозгу нужен отдых, в мозгу нужен сон. Поэтому в последний день и даже в последние полтора дня старайтесь не загружать себя слишком сильно, а дать возможность, наоборот, голове отдохнуть. И, конечно, ложитесь спать пораньше, вставайте пораньше в день экзамена, позавтракайте хорошо и идите на экзамен. Совет, который пригодится и тем, кто готовился к экзамену, и тем, кто не готовился к экзамену. Не отменяйте результаты экзамена, даже если он вам не нравится. Потому что, во-первых, всегда можно пересдать. Во-вторых, если вы пересдадите хуже, чем этот результат, у вас все равно есть хороший результат. Университеты, бизнес-школы смотрят на то, как вы прогрессируете, а не только на ваш последний результат. Поэтому они не испугаются низкого результата в какой-то из сдач, если вы в итоге сдали экзамен хорошо. В любом случае, вы не знаете, как вы сдадите в следующий раз. Поэтому отменять балл, который вы набрали после экзамена, не стоит. И, конечно, помните, что экзамен можно сдавать несколько раз. Если у вас не зашло с первого раза, ничего страшного. Записывайтесь на экзамен второй раз и сдавайте. Не зашло со второго раза, сдавайте еще. Сдавайте еще, пока балл вас не устроит. Я знаю людей, которые сдавали шесть раз и набирали балл, который их устраивал. Например, первоначально было 630, набирали 730. Это отличный балл, с которым можно уже идти в Гарвард, Стэнфорд, куда угодно. И люди, кстати, реально поступают с этим баллом. Поэтому не бойтесь пересдавать. В следующем видео про GMAT я расскажу о вопросах из quantitative части. Вопросы попроще, средние и более сложные. Я расскажу, как к ним готовиться и на что обращать внимание. Тем временем, в комментариях напишите, что вам интересно еще по части GMAT. Я с радостью расскажу об этом, ибо я когда-то на этом собаку съел, чуть не подавился. Все, спасибо, до связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!